Ну, как его остановишь, если вот сейчас только разжигают в Брюсселе? Вашингтон подготовил для евросоюзников, связанных рамками блока НАТО, новый аргумент в пользу того, что долгосрочный мир – это когда против России. Час назад в Брюсселе натовским министрам иностранных дел закончили объяснять, почему Европа в опасное место превращает Америка, а виноваты предсказуемо мы. Павел Пчелкин все внимательно прочитал и выслушал. Мы обеспокоены новой российской ракетной системой, которая ставит под угрозу договор о ракетах средней и меньшей дальности. Крайне важно, чтобы Россия обеспечивала полное его соблюдение, поскольку договор о РСМД так важен для нашей безопасности. Ракета, которая так озаботила генсека НАТО – это российская разработка 9М729, которую еще называют «Новатор» по натовской классификации ССС-8. Накануне встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе немецкое издание «Шпигель» рассказала о том, что для того, чтобы убедить натовские страны в нарушении России договора о РСМД, США якобы впервые предоставили им разведданные об этом оружии. Ранее США на удивление открыто сообщили конфиденциальные данные, доказывающие нарушение договора России. Правительство США показало партнерам съемку со спутника, на которой зафиксирована линия полета крылатой ракеты ССС-8 наземного базирования с дальностью полета более 500 километров. Договор о ракетах средней и меньшей дальности предусматривает запрет на развертывание ракет с дальностью превышающей 500 километров. Но, по сути, «Новатор» — это модернизированные ракеты для комплекса «Искандер», которая официально имеет дальность стрельбы 500 километров. 18 сентября 2017 года на полигоне «Капустин-Яр» по данным наших военных действительно испытывалась именно эта ракета. То, что Россия испытала ракету, 729-ю ракету, Россия этого не отрицает. Но все было сделано в рамках договора. С мобильной установки испытала на разрешенную дальность, менее 500 километров. Вообще разработки и испытания договором не запрещены. Запрещено развертывание. Вот с доказательством развертывания у американцев проблемы. Однако Вашингтон затеял этот информационный вброс накануне встречи НАТО явно не для того, чтобы слушать контраргументы России. Госсекретарь Майк Пампео приехал в Брюссель, чтобы перетянуть на свою сторону европейцев, очень испугавшихся намерений Трампа выйти из договора РСМД. США остановят волнение своих обязательств по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Мы высоко ценим поддержку со стороны НАТО этого решения США. Понимает ли Пампео, что разговаривать языком ультиматума с ядерной державой малопродуктивно? Но так или иначе НАТО проявила солидарность. В своем заявлении организация сегодня обвинила Россию в нарушении договора. И это тревожный сигнал. НАТО дает России последний шанс по спасению РСМД. Или она должна готовиться к миру без договора. По сути, намерения США могут отбросить безопасность Европе к состоянию 80-х годов. До того, как 3000 ракет наземного базирования в Европе пошли под нож в 87-м году. Американские ракеты «Першинг», размещенные там, были способны достичь Москвы за 10 минут. А ответный удар не оставлял в этом случае Европе ни единого шанса. Возвращение к тем временам сделает ситуацию еще более опасной. Раньше было 19 членов НАТО, а теперь 26. И теперь НАТО у нас на пороге. Раньше не было позиционных районов ПРО около наших границ, а теперь они существуют. Сегодня, учитывая планомерное продвижение НАТО к границам России, дуэль ракетами средней и меньшей дальности будет идти фактически в упор. И если желание угодить Вашингтону переборит у европейцев инстинкт самосохранения, эта угроза сделает Европу очень небезопасным местом. Подлетное время баллистических ракет из передовых районов базирования в Восточной Европе до территории Российской Федерации может составлять от 5 до 8 минут. Российской Федерации не остается времени на выяснение, реальное ядерное падение это или нет. И Российская Федерация может ответить полномасштабным ядерным ударом. Все знают, кто громче всех кричит «держи вора». Вот и США, обвиняя Россию в нарушении договора, сами планомерно пытаются обходить запреты РСМД. Взять хотя бы американские ударные беспилотники, способные нести в том числе и ядерные ракеты. А ведь это целая программа Пентагона. И те же установки для запуска противоракет МК-41. Они якобы создавались для морского базирования, но даже сами создатели Лохит Мартин говорили об их универсальности и о том, что они способны запускать крылатые ракеты «Томогавка». Дальность «Томогавка» по разным оценкам от 1000 до 3000 километров. Наземные и морские варианты данной пусковой установки практически идентичны. Попытки США представить пусковую установку в составе комплексов «Иджиса Шорк» как неспособную к пуску ракет «Томогавк» нас совершенно не убеждают. Именно этими установками оснащены американские базы ПРО в Польше и Румынии. И если они способны запускать «Томогавки», то вместе с радаром в Чехии и легким движением руки они превращаются в мощную ударную группировку, представляющую угрозу всей центральной России. США долго лгали, что это не так. А теперь придумали повод грозить, открыв. У нас денег больше, чем у кого-либо. Мы будем наращивать до тех пор, пока они в себя не придут. Вот тогда мы все будем умными, но сейчас они не придерживаются соглашения. Нам, конечно, есть чем ответить, но если есть реальный сценарий мирового ядерного кошмара, то размещение американских ракет малого и среднего радиуса действия в Европе – его страшный пролог. Вряд ли в Европе и НАТО сомневаются, что все это традиционная попытка Трампа обострить конфликт до края, а потом начинать переговоры. Но, наверное, было бы хорошо и помнить, что в результате таких игр во время Карибского кризиса планета уже однажды стояла на грани ядерной катастрофы. Несколько минут назад свою позицию обнародовал российский МИД. Наша страна неукоснительно соблюдает положение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и Соединенным Штатам об этом известно, заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова. Продолжение следует...